Крыши частного дома. Виды, формы, конструкции. Часть вторая. Чтобы крыша не разрушила дом, необходимо. Стропильную раму с висячими стропилами ферму следует опирать на мауэрлат. Соединение стропильной рамы с мауэрлатом в горизонтальной плоскости должно быть подвижным. Стропильная рама должна иметь возможность скользить по поверхности мауэрлата в некоторых ограниченных пределах. В стропильной системе с наклонными стропилами, чтобы обеспечить необходимую подвижность, наклонные стропила должны иметь возможность скользить по поверхности мауэрлата. Наклонные стропила часто прибивают к мауэрлату гвоздями, используя для этого ограниченное число гвоздей. буквально 1-3 гвоздя, за счет слабости такого соединения стропила будет иметь возможность перемещаться по маурлату с действием уже небольшого распора, предупреждая его дальнейший рост. Большее количество гвоздей уже приведет к передаче на стену распора, недопустимой величины и разрушению стены. В стропильной системе с наклонными стропилами можно уменьшить передачу распора на стены еще одним способом. Для уменьшения распора стропила упирают в маурлат, но делают подвижным соединение стропил в коньке. Наклонные стропила в этом варианте должны иметь возможность скользить уже по коньковому прогону. Короче говоря, стропильная рама с висячими стропилами должна иметь возможность скользить по маурлату, а наклонные стропила должны иметь подвижные соединения или с маурлатом внизу, либо с противоположным стропилом и коньковым прогоном вверху, чтобы не терять там опоры на стойку. Безраспорное соединение наклонных стропил с маурлатом и коньковым прогоном. Варианты со скользящим соединением с маурлатом. Слабое крепление стропил к маурлату фиксирует стропила на маурлате при монтаже и позволяет стропилу скользить по поверхности маурлата. У малоопытных строителей слабая связь стропил с маурлатом часто вызывает недоумение. Вопреки указаниям в проекте, они решают сделать как лучше и не жалеют ершаных гвоздей или при использовании металлических уголков для крепления стропил к маурлату устанавливают больше саморезов, чем указано в проекте. В результате крыша дома будет распирать стены и хозяева получат разрушающийся дом. Видимые разрушения могут появляться не сразу, а через несколько лет. Безраспорное соединение наклонных стропил с маурлатом и коньковым прогоном. Варианты со скользящим соединением прогоном. На прогоне стропила не упираются друг к другу, а лежат рядом. Врубка запил на стропиле не упирается в прогон. Стропила упирается в маурлат. Крепление стропил к прогону фиксирует стропила на прогоне в процессе монтажа и позволяет стропилу использовать по прогону. Такая же ситуация ждет, если горе-улучшители решат изменить профиль примыкания стропил к маурлату и коньковому прогону. Наклонная стропила не должна упираться сразу в две точки – и в маурлат, и в прогон. Соединение в одной из этих точек, как указано выше, должно быть подвижным, скользящим. Висячая стропила должна упираться в затяжку, но не в маурлат. Соединение затяжки с маурлатом должно быть подвижным. Современный строительный рынок предлагает специальные соединители из оцинкованной стали – салазки. Детали соединения устанавливают на стропила и маурлат, или прогон, и обеспечивают гарантированное скользящее соединение деталей. Чтобы крыша дома не сдула ветром По строительным нормам, крыша должна удерживаться на доме и не слететь со стен при ураганном ветре, которые бывают в месте стройки один раз в 50 лет. Смотрим карту районов ветровых нагрузок. Чтобы крышу дома не снесло сильным ураганным ветром, стропильную систему крыши скрепляют со стенами дома. При выборе способа крепления учитывают необходимость исключить передачу распора стропильной системы на стены дома. Как это сделать, рассказано выше. В зданиях с каменными стенами стропила скрепляют проволочными стяжками с металлическими костылями, заделанными в нижние и лежащие слои кладки, как показано на рисунке. Вместо костылей в кладке проволочные стяжки присоединяют к балкам чердачного перекрытия или к выпускам арматуры железобетонного перекрытия. Крепление стропил к стенам с помощью проволочных стяжек обеспечивает некоторую свободу перемещения стропил по маурлату. Это необходимо для того, чтобы распор стропильной системы не передавался на стены. Чтобы обеспечить устойчивость крыши с висячими стропилами, к ветровым нагрузкам снизу, со стороны чердака, стропила одного ската соединяют ветровой доской. Без ветровой доски ветер будет расшатывать крышу. Шатающаяся крыша может даже постепенно разрушить стену фронтона. Ветровая доска не нужна, если по стропилам устраивают сплошной настил, например, для кровли из мягкой битумной черепицы. В крышах с наклонными стропилами вместо ветровой доски обычно делают подкосы к стойкам, размещая их вдоль прогона. Виды формы крыш частного дома Односкатная крыша обычно имеет уклон 14-26 градусов. В конце наклонных стропил односкатной крыши опираются на несущие стены. Если перекрываемый стропилами пролет более 6 метров, то выгодно использовать стропильные фермы. Односкатная крыша технологически более простая конструкция. Двухскатная крыша частного дома Двухскатная крыша частного дома может быть с углом наклона скатов до 60 градусов. Для перекрытия пролета между наружными стенами до 6 метров используют стропильную систему с висячими стропилами. Для пролетов большей длины или крыш с малым углом наклона скатов В стропильной системе используют наклонные стропила или стропильные фермы. Четырехскатная вальмовая крыша тоже может иметь угол наклона скатов до 60 градусов. Крыша более сложная в монтаже, чем двускатная, но за счет отсутствия фронтовых стен имеет меньшую стоимость возведения. Для устройства вальмовые крыши применяют наклонные стропила или стропильные фермы. Мансардная ломаная форма крыши позволяет увеличить площадь мансарды. Перекрываемый такой крышей пролет между наружными стенами рекомендуется делать не более 10 метров. Нижняя часть ската крыши может иметь угол наклона более 60 градусов. Сделать форму крыши ломаной можно как на двускатной крыше, так и на четырехскатной. Ломаные крыши более сложные по конструкции и в монтаже, особенно четырехскатная. Для монтажа ломаных крыш выгодно использовать стропильные фермы. Из какой древесины делают стропила? Стропильную систему в частном домостроении чаще всего делают из дерева. Для обеспечения прочности, жесткости и долговечности рекомендуется использовать хорошо высушенную древесину влажностью 18-22%. В случае изготовления деталей из стропильной системы из древесины естественной влажности, во время эксплуатации дома дерево высохнет. В результате изменения размера деталей ослабнут места крепления, перераспределятся нагрузки. Пропитка сырой древесины антисептиками и антиперенами малоэффективна. Все это, несомненно, ухудшит устойчивость, надежность и долговечность крыши. Для изготовления деталей стропильной системы используют доски и брусья, изготовленные из древесины 1-3 сорта хвояных пород. Материал указанного сорта может иметь до 3 сучков диаметром не более 30 мм на 1 метр длины. Допускаются несквозные трещины ограниченной длины. Допускается применять хорошо высушенную древесину твердых лиственных пород. Дуб, бук, береза. При условии обязательной обработки деталей антисептиком. Гладко оструганная древесина более устойчива к гниению и поражению грибком. Толщина деталей стропильной системы должна быть не более 50 мм. И площадь сечения не менее 40 см квадратных. Сечение стропил определяют проектом. Точный расчет стропильной системы специалистам-проектировщикам. Как правило, позволяют сэкономить на стоимости материалов. Если ориентироваться на советы строителей и подрядчиков, то они обычно перестраховываются и завышают сечение и количество стропил для крыши, что естественно ведет к перерасходу материалов и бюджета строительства. А кобылка лучше Кобылка – это доска или брусок, прикрепленный к стропильной ноге для создания свеса крыши. Свес крыши – это нижняя часть ската, расположенная за пределами наружной стены. Часть ската, свисающая со стены. Применяется еще один способ устройства свеса, когда длина стропильной ноги выходит за пределы мауэрлата. Рекомендую первый способ устройства свеса кобылки. И вот почему. Стропильная нога с кобылками опирается на мауэрлат всей площадью сечения, что повышает устойчивость, надежность и долговечность примыкания стропил к мауэрлату. Кобылку можно сделать любой необходимой длины до 1 метра. Общая же длина стропильной ноги из целого куска пиломатериала ограничена и не превышает 6,5 метров. Этого часто бывает недостаточно для того, чтобы выпустить стропилы за пределы стены на необходимую длину. Кобылки имеют меньшее сечение, что обеспечивает некоторую экономию материала. Как правильно соединить детали стропильной системы? Соединения деталей стропильной системы должны Обеспечивать передачу усилий и нагрузок в определенном направлении. Выдерживать динамические воздействия, меняющие усилия и нагрузки по величине и направлению. Расшатывание. Обеспечивая стабильность характеристики при изменении свойств древесины, высыхании, появлении трещин. В современном домостроении для соединения деталей стропильной системы применяют гвозди обычные и ершовые, болты и шпильки, металлические перфорированные оцинкованные накладки с креплением к древесине на гвозди или саморезах. Многозубчатые пластины, зубцы пластин просто утапливаются в древесину. Для создания деталей из сырой древесины надежнее использовать болты или шпильки. Другие виды соединения после высыхания дерева ослабляются, что может привести к недопустимым деформациям, расшатыванию и разрушению конструкции крыши. Вентиляция крыши. Из отапливаемых помещений дома через перекрытие на чердак постоянно идет поток водяного пара, который на холодных поверхностях кровли конденсируется. Конденсат увлажняет деревянные детали стропильной системы и чередачного перекрытия, а также от влаги страдает и утеплитель. Для защиты от увлажнения конденсатом устраивают вентиляцию чердака, пространство между отапливаемым помещением и кровлей. На чердаке водяной пар, проникающий из помещений в доме, препятственно выходят через зазоры в кровельном покрытии и специальные вентиляционные отверстия в коньке крыши, а также через окна в щипцовых стенах. В плоских крышах и в крышах жилой мансарды оставляют вентилируемое пространство, зазор между кровлей и слоем утеплителя. Вентиляция плоской крыши, водяной пар, проникающий в вентилируемое пространство, выходит наружу через вентиляционные отверстия в стенах. Крыши мансарды обязательно вентилируют зазор между кровлей и утеплителем через вентиляционные отверстия, расположенные внизу на свесе ската и вверху в коньке крыши. Укладка кровельного покрытия крыши Кровельное покрытие на скатных крышах может быть жестким. Керамическая, металлическая или полимерная черепица, металлический профнастил, азботцементные листы и т.д. Или мягким, битумная черепица. Жесткие листы кровельного покрытия обычно укладывают на обрешетку из деревянных брусков. Для укладки кровельного покрытия из жестких листов по стропилам набивают бруски обрешетки и контробрешетки. Между стропилами и обрешеткой укладывают паронепроницаемую мембрану. В результате под кровельным покрытием создается вентилируемый зазор. Капли конденсата с кровельного покрытия, снег и атмосферная влага, проникающая в зазоры кровли, падают на мембрану и скатываются по ней вниз в водосточный желоб. Мембрана защищает утеплитель и стропила от увлажнения. Вентилируемый зазор уменьшает образование конденсата на поверхности кровельного покрытия. Для покрытия скатов крыши мягким кровельным материалом необходимо делать сплошной жесткий настил. Подложка из рубероида или других рулонных гидроизоляционных материалов выравнивает поверхность настила и уменьшает механическую нагрузку на мягкое кровельное покрытие. В коньке крыши обязательно устраивают выход для воздуха из вентилируемого зазора. В доме без мансарды есть чердак. Если чердак неэксплуатируемый, нет необходимости укладывать теплоизоляцию, пароизоляционную пленку и гипсокартон. Но паронепроницаемую мембрану и подкровельный вентилируемый зазор вставляют обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok